Сегодня в польском Кракове состоялось заседание консультационных комитетов президентов Украины и Польши. С украинской стороны в заседании участвовал замглавы президентской администрации и неформальный куратор внешней политики Украины Константин Елисеев. Это первая встреча украинских и польских официальных лиц на столь высоком уровне после того, как конфликт в отношениях между нашими странами дошел уже и до политических демаршей. Напомню, в Польше заявили о готовности не пускать на свою территорию украинских чиновников, заподозренных в принятии антипольских решений. Это был очень прозрачный намек на Владимира Ветровича, директора Украинского института национальной памяти. И якобы уже в минувший вторник запрет на въезд в Польшу, Ветровичу и другим таким же украинцам вступил в силу. Впрочем, официально в Варшаве не подтверждают наличие тех или иных фамилий в списке невъездных, но это тот случай, когда и намеков вполне достаточно. Да и заявления с обеих сторон пока звучат такие, что можно предположить, обмен обвинениями и демаршами может продолжиться. Не лучше ситуация и с Венгрией. На этой неделе венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна не изменит позицию по Украине, пока наше государство не несет правки в принятый этой осенью закон об образовании. Напомню, документ вводит обязательное школьное обучение на всей территории нашей страны на украинском языке. Обучение на языках национальных меньшинств остается только в рамках начальной школы. Эти инновации настолько возмутили венгерских политиков, что все даже пообещали блокировать сближение Украины с Евросоюзом и НАТО. Итак, легко ли будет решить на политическом уровне вот все эти конфликты? И должна ли Украина идти на уступки в ответ на требования своих соседей? Или наоборот, выстраивать зубастую внешнюю политику? Обсудим с одним из самых опытных украинских информационщиков Александром Мартынинко. Гендиректор агентства Интерфакс Украина сейчас на связи со студией подробностей недели. Здравствуйте, Александр. Спасибо, что присоединяетесь к эфиру. Скажите, по вашей оценке, мы уже достигли пиков конфликтов с нашими западными соседями? Или есть еще потенциал у этих конфликтов, и мы будем наблюдать дальше их развитие? Вы знаете, добрый вечер, во-первых. Во-вторых, очень бы хотелось, конечно, чтобы это действительно было пиком. Очень достаточно взрывоопасная ситуация и с Польшей, и с Венгрией, и не будем забывать, это все-таки наши соседи, с которыми нам так или иначе жить. Поэтому я очень надеюсь, что встречу консультативного совета президента, а потом все-таки надеюсь, президента Польши Дуды в Харьков состоится. Конечно, эта консультативная встреча даст определенный результат, потому что, знаете, можно показывать зубы, как вы говорите, один вариант. Можно совсем соглашаться, а можно искать компромиссы и искать позицию, которая, в общем-то, устроила всех бы и поляков, и венгров, и украинцев. Это возможно, я уверен, имея в виду, что, конечно, есть внутренние политические вопросы в Венгрии, конечно, выборы. Конечно, есть политика партии «Право и справедливость», но еще раз говорю, это в конечном счете и «Право и справедливость», и венгерские политики, они прекрасно понимают, что украинцы все равно будут жить в Венгрии и Польше. Напомню, что в Польше живет и работает по разным оценкам около миллиона украинцев, и Польша сама их приглашает в Украину. Поэтому, мне кажется, что для них вот этот мир между, грубо говоря, народами Украины и Польши, он очень важен для партии «Право и справедливость», и мне кажется, об этом стоит говорить. А что касается истории, ну, знаете, очень важно, чтобы в спорах, где какие могилы находятся, где кто похоронен, мы не создали проблемы для живущих ныне людей и работающих. Это самое главное. Вот вы говорите о поиске компромисса, пока стоит признать, что до него, по-моему, еще далеко. Вот что можно сделать сейчас? Все-таки рассматриваются два варианта. Исти на уступки, полные полякам, например, да? Или наоборот. Показать зубы, держать свои позиции, защищать того же Владимира Ветровича. Кстати, это уже пообещали делать в МИДе. Как вы это прокомментируете? Ну, вы знаете, я все-таки считаю, что необходимо хотя бы попытаться найти какой-то третий вариант. Потому что я просто хочу ставаться на опыт, скажем, уже 15-летней, правда, давности. Дело было давно, конечно. Но когда президенты Украины и Польши, имея не менее непростые отношения до того, и разные политические силы, я имею в виду Квасневский и Кучма, они нашли в себе мужество и политическую волю для того, чтобы потратить очень много времени для поездки по разным памятникам, как в Польше, как в Украине. И иногда даже там звучал такой термин, как кладбищенская политика или мемориальная политика. Но как тогда, на тот момент, это было очень нужно и важно для того, чтобы показать, что и поляки, и украинцы действительно чтят память своих граждан. И я не призываю повторять один в один опыт 15-летней давности, но тем не менее, мне кажется, что роль президента в этом смысле, она очень важна. Потому что, знаете, Ветрович это Ветрович, а президент Украины президент Украины со своими полномочиями, со своей поддержкой в обществе. И у меня представляется, что он может сыграть, и он, и Дуда могут сыграть в этом смысле решающую роль. И мы забудем об этом все истории, как в кошмарном сне. И не думали о том, надо сдать Ветровича или не сдавать Ветровича. На самом деле, не в нем дело. Еще раз говорю, у нас есть правительство, есть президенты, которые на самом деле, у которых есть доверие людей. И найти этот выход, надо будет ездить по кладбищам и памятникам вместе, значит, я думаю, что стоит это делать. Спасибо. Кстати, очень хороший исторический пример вы привели. Спасибо вам за него и за ответы на другие вопросы. На связи со студией подробностей недели был Александр Мартыненко, генеральный директор агентства Интерфакс Украина.